Джек, вот, ему 9 лет, а он всё дурачится, как ребёнок. Он играется, косточку покупаем ему, вот, из бычьих жил, она натуральная. Знакомьтесь, это Джек. Для него прогулка – любимое развлечение. Силы энергии хватает. Весь секрет в сбалансированном и правильном питании. Пёс с детства на натуралке – так специалисты называют домашний рацион. Как раз такой семья Высоцких выбрала для своего любимца. Вместо сухих, готовых кормов – проверенные временем вкусности. Мы покупали лапы, вот эти куриные, делали холодец, через мясорубку вот кормили, в общем. А после года нам посоветовали сырую брюховицу. Муж у меня нарезает, делает порционные по 500 грамм. Ему хватает вот на сутки 500 грамм. А потому западные санкции обошли Джека стороной. Но есть те, кому повезло меньше. С начала марта в зоомагазинах отметили ажиотаж на импортные корма. В панике владельцы животных скупали остатки поставок. Ведь следующие не предвидятся. Многие начали бить тревогу. У кого-то кот склонный к аллергии, у кого-то собака с мочекаменной болезнью. А у кого-то и вовсе порода любимца не терпит резких перемен. Мы брали бельгийский корм. Он пропал. Все остатки скупили. Пока в поисках. Котик проблемный. Аллергия на многие корма. Большую часть жизни мой кот ест один корм. Больше ничего не воспринимает организм. Но цена выросла в два раза. Котейке 10 лет страшно переводить на другой корм. В любом из случаев смены рациона стресс для животного. В областном центре ветеринарии отметили, с аллергией питомцев приносят часто. В большинстве случаев виновата резкая смена питания. К примеру, если кот или собака ест только натуральную пищу, а потом резко переходит на сухой промышленный корм. Реакция организма видна сразу. На ушах покраснение, линька, проблемы со стулом. Если же, например, мы берем в расчет переход корма с промышленного одной марки на другой, здесь, в принципе, тоже все строго индивидуально, но подавляющая большинство таких проблем не возникает. Исключение составляет только собаки с чувствительным пищеварением, либо с предисположенностью к аллергии. И все же голодным никто не останется. В этом уверены как ветеринары, так и региональные предприниматели. К примеру, Елена Карлова запустила линию влажных и сухих кормов. От ухода зарубежных марок до принятия решения – пара дней. Еще два месяца на разработку. К слову, рецептура полностью авторская. При этом вся продукция гипоаллергенная. Мои корма подобраны специально под породу собак. Допустим, ёркам один рацион, большим собакам другой рацион. Кошкам то же самое. То есть некоторые кошки любят форель, некоторые любят только горбуш. То есть тут все зависит от клиентского запроса. То есть от запроса владельца именно этого животного. Плюс ко всему добавляются витамины минеральные примиксы. Это комплексы, это витамины по-другому можно сказать. Каждый из кормов создан с учетом особенностей питомца. Для кошек – более мягкие подушечки, чтобы не повредить зубы. А вот для собак – уже плотнее. Кроме того, питание подходит и для экзотических видов животных – ежей, енотов, кокоду, попугаев. И все это удовольствие без наценки. Но пока только в единичном варианте. Выпускать свою продукцию партиями Елена Карлова планирует в скором будущем. Уверена, она и ее отечественные коллеги не оставят четвероногих друзей без качественного рациона.